В эфире новости силовых машин День машиностроителя силовые машины отметили в театре комедии имени Акимова Были поздравления от руководителей компании, яркие выступления артистов Илья Анделевка выяснил, что больше всего растрогало работников на профессиональном празднике На входе машиностроителей радушно приветствуют артисты Корпоративное торжество проходит в атмосфере пластического искусства и юмора Мы чувствуем, что мы нужны на своем предприятии, каждый выполняет свой долг Встречаешь всех людей, с которыми проработал много лет, которых, допустим, не видела некоторое время Тут увиделись, пообщались, вспомнили, что-то поговорили о планах на будущее Вот именно на таких неформальных мероприятиях можно поговорить без галстуков И с более высоким руководством, и с коллегами, с которыми по работе сталкиваешься, но не в такой обстановке Это видно, что непринужденная среда До начала официальной части работники предприятия непринужденно общаются в театральном фойе Многие с интересом изучают стенд с детскими работами Самой трогательной частью профессионального праздника стал конкурс рисунков детей сотрудников концерна Тема «Силовые машины через сто лет» Фантазия чат машиностроителей не ограничила человеческой цивилизацией Так, на картине Романа Голикова ему 8 лет, приветливые роботы будто бы приглашают в свою радужную реальность А вот Влад Кузнецов, ему 10, уверен, через 100 лет электрогазосваркой будут заниматься не люди, а машины Не ограничилось детское воображение и просторами нашей планеты Анна Монастырская 8 лет, отроду уверена, через 100 лет филиал силовых машин откроется на Марсе Конкурс не только помогает детям сотрудников развиваться в художественном плане, но и пробуждает интерес к профессиям пап и мам Именно так у ребенка появляются мечты, считают посетители экспозиции Если они интересуются работой родителей, уже с детских лет участвуют в таких конкурсах Наверное, есть надежда, что они придут к нам и достойно продолжат то, чем занимаются их родители Официальная часть началась с выступления руководителей компании Они поблагодарили всех за долгий и безукоризненный труд на производстве Я когда прокручивал перед собой, что я буду говорить Совершенно случайно на память пришло такое движение было в начале 19 века в Англии Вот тип разрушителей машин А мы, мы машиностроители Создатели машин Создатели очень сложных, очень ответственных и очень важных аппаратов Которые дарят всем электроэнергии, дарят свет, дарят тепло И это здорово, это особенно важно в нашем прекрасном, на таком северном городе После выступления топ-менеджеров силовых машин Настал черед награждений в списке сотрудников Которых за многолетний добросовестный труд отметили городскими и ведомственными наградами И которые поднялись на сцену около 30 человек Однако руководство предприятия подчеркнуло Благодарность в той или иной форме выражена всем работникам, которые находились в зрительном зале После чего началась развлекательная программа Мим клоунада, хиты отечественных и зарубежных групп Отрывки с театральных постановок полностью овладели вниманием работников компании Зрительский зал сотрясали волны смеха и всякий раз долгие овации Этот день надолго запомнится сотрудникам силовых машин Главной же частью праздничного вечера стало награждение заслуженных работников силовых машин Среди отмеченных благодарностями сотрудников есть те, кто отработал свыше 40 лет Все подробности в сюжете Приехала в гости к сестре в этот город и осталась Пришла на электросилу Взяли штамповщицы с той поры и работали Сейчас я в основном говорила «Полюс рублю» «Погучанские» рубили «Саяна Шушенский» 9 машин Теперь «Волжский» 30 лет назад электросила делала «Саяна Шушенская» И сейчас, спустя столько лет, опять «Саяна Шушенская» Я, конечно, подзабыла, что было 30 лет назад Но, возможно, я его 30 лет назад делала И сейчас Для меня самая загадка Почему я? Наверное, сорт людей такой Которые работают, пришли и работают на одном месте У нас на линии мужчины работали А вот на больших прессах, как я работаю Мужчин мало Двух только помню Больше Ну, если мой труд в таких серьезных машинах То, я думаю, он благороден Только он тяжелый Труд Тяжелый Я работаю здесь с 90-го года С июня месяца Сюда меня просто пригласил товарищ мой, давничный Нуждались в кадрах И как бы сюда я пришел Ну, да, желание было работать Но прихожу на работу Приходит мастер Говорит, что конкретно нужно делать И это я обсуждаю со своими ребятами Распределяю, значит, как бы конкретно Ты делаешь это, ты делаешь то Я занимаюсь конкретно этим Ну, и как бы все это вместе все делаем И пока у нас все хорошо получается Ну, коллектив хороший Начальство Тоже нормальное Если хочешь, так будет у тебя и лоб Приходится времени и все А если не ходишь Ну, как бы, знаете, приходишь, отбываешь свое время И все А после этого и трава не растет Переживаю тогда, когда не успеваем делать Допустим, я обещал Старшему мастеру или мастеру Или хотя бы начальнику цеха Он тоже со мной советует, что приходит Андрей, когда отдашь? Я ему говорю, так и так А у меня не получается Я начинаю ребят подгонять Ребятам надо выходные вот так выйти Там, туда-сюда По полторы поработать Но они вроде идут мне навстречу Если попросишь хорошенько Всегда дадут добро Да, да, мы обязательно тебе поможем А ты обещал У меня хорошие ребята В Косе службы в рядах Советской Армии Я пришла на электросилу И я поступила работать в отдел изоляции В качестве электрика По окончании института Осталось работать в этом же подразделении Где до сих пор трудимся По телецаму Но изоляция является Как бы неотъемлемая часть электрической машины И очень важной частью Очень много проблем На генераторе возникает По этой части Потому что Одной из самых нагруженных Частей, что ли, машин Является изоляция И в принципе Генератор оборотов Электрический ток Находится под напряжением И под напряжением У нас находится Обеспечивает вот этот Уровень рабочего напряжения Наша изоляция Проблема, которая возникает На станции Или здесь В цехах Приходится Частенько для того, чтобы Принять верное техническое решение Именно здесь В лаборатории Моделировать вот этот процесс Да, в самые трудные годы Когда было на заводе Достаточно условно Ну, в принципе Большая часть Людей Осталась на производстве Но я, в принципе Отношусь только к этому числу Ну, по большому счету Больше всего удерживало Я пришел в группу Которую руководил Грамотный Настоящий инженер Могов-ученый человек И я долгое Длительное время Работал под его началом И это, на мой взгляд Могут это Для вас показаться не основным Но для меня Это оказалось По жизни главным Но главный руководитель Я подчеркиваю это Потому что Не было проблем Не было вопросов Которые бы Оставались бы без ответа То есть Все, чему я научился И сейчас Это, в принципе Полностью его заслуга На данный момент Я являюсь руководителем Бюро, которое занимается Исследованием Восковольтной изоляции Крупных электрических машин Турбогидрогенератора Вот так В механообрабатывающем цехе Производственного комплекса Завод турбинных лопаток Завершается выпуск лопаток К турбине К-168 Для ТЭСКО-Носима Особенность этого заказа В том, что часть лопаток Изготовлялась по знакомым Чертежам А часть Это новая продукция Для нее потребовалась Серьезная подготовка производства С трудностями справились успешно И коротко о других важных событиях В цехе тихоходных турбин ППК Собрано очередное Поворотно-лопастное рабочее колесо Для Жигулевской ГЭС Станционную номер 18 В присутствии заказчика Была выполнена программа Функциональных испытаний Включающая поворот лопастей И замер контрольных точек По итогам испытаний Подписали протокол Силовые машины Оказали информационно-консультативные услуги Первой группе Эксплуатационного персонала Беловской ГЭС Это обязательство Перед Сибирской генерирующей компании Согласно контракту На поставку оборудования Оказание подобных услуг Одно из направлений работы Управления развития персонала Силовых машин Предоставляются они Тем организациям Которые имеют в эксплуатации Или приобретают продукцию концерна В компании продолжает действовать Программа снижения издержек И повышения эффективности производства Одни из наиболее ее активных участников Инженеры-технологи ЛМЗ Так начальник бюро механической обработки Технического отдела Производственного комплекса Завод турбинных лопаток Константин Семенов Предложил закупать USB микроскопы По предложениям инженера-технолога Производственного комплекса Завод турбоатомгаз Анатолия Борисова Были разработаны карты инициатив По снижению себестоимости деталей Для нескольких ГЭС А Константин Анисимов Технолог технического управления ЛМЗ Инициировал применение Лазерного трекера В 107-м цехе производственного комплекса Завода турбоатомгаз После ремонта Открылся распределительный буфет Там силами арендатора Произвели косметические ремонты А силовые машины Закупили новое Торгово-технологическое оборудование Таким образом Работники этого цеха Находясь в отдалении от столовой Снова могут получать Горячее питание В силовых машинах Стартовал четвертый модуль программы Достичь большего вместе Для этого руководители всех уровней Освободили от работы И усадили за игровые столы О том, как бизнес-игры Могут сказаться на реальных рабочих процессах Можно ли делать ошибки В управленческих решениях И к чему это приведет Расскажет Ольга Томшина Здесь все по-настоящему Кредиторы, заемщики, производство, рабочая сила Управленческая команда И 48 часов на то, чтобы вывести бизнес На конкурентный уровень 12 команд условно развивают Свои силовые машины Задача минимум не обанкротиться Максимум стать успешным предприятием Вот так на картах И с фишками в руках Руководители разных подразделений Узнают, как любое принятое решение Влияет на компанию в целом Это двухконтурный цикл обучения Когда через повторяющиеся процессы Участники принимают какие-то решения И смотрят на последствия То есть каким последствиям Финансовым последствиям Привели их решение Мы считаем, что это наилучший способ Обучения взрослых людей Потому что в безопасной обстановке В безопасной атмосфере Можно совершать ошибки Принимать любое решение И посмотреть, как это отразится На конечном результате Бизнес-игра популярный во всех мировых компаниях Метод обучения сотрудников крупных корпораций На несколько часов работники превращаются В топ-менеджеров Учебные цели таких перевоплощений Осознание бизнес-процесса в целом И получение новых навыков Например, планирование производства Участие в тендере Составление отчетов о прибыли и убытках Принятие и реализация решений Оценка результатов В силовых машинах такая игра впервые Все результаты зависят только от принятия решений Участниками Вовлечение практически стопроцентное Поскольку все это происходит в соревновательном формате Команды соревнуются друг с другом За финансовые показатели И всегда командам очень приятно Показать результат лучше, чем кто-то из конкурентов В процессе бизнес-игры Принимая решения А принятие все решений происходит через движение Вот этих вот фишечек и колбочек Через принятие решений Они выходят на финансовые результаты компании И у нас есть возможность проследить всю цепочку Что было принято, какое решение Почему оно было принято Какому финансовому результату это привело Эту игру специально адаптировали под силовые машины Получилась упрощенная версия всего бизнес-процесса Для этого проводили пробную встречу Приглашали экспертов из дирекции по экономике и финансам Производственников, конструкторов Учили их основам бизнес-игры Консультировались по важным вопросам Те, кто прошли пилотную стадию На основной программе Чувствуют себя очень уверенно И, кстати, те первые навыки Уже стали применять в своей работе Более осознанное понятие решений, которые принимаешь И можно объяснить даже подчиненным, коллегам Зачем надо Зачем надо вот та отчетность Зачем надо вот какое-то принять решение На что оно может повлиять Более осознанное На эту первую серию бизнес-игр приехало 70 человек Большинство из Петербурга Но есть сотрудники из московских подразделений М-Альянса и силовых машин До конца октября пройти этот Четвертый модуль программы Достичь большего вместе Должны еще 350 человек Это была последняя информация выпуска Следите за эфирами новостей силовых машин До встречи Редактор субтитров А.Семкин